Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня поговорим с вами о мотивации в очередной раз. Я уже писал статьи, делал видеоролики о том, что такое мотивация с научкой точки зрения, как грамотно подходить к этому вопросу. Но недавно, листая Инстаграм, наткнулся на интересный пост от Гостюнина. Не знаю, сам он это придумал или тоже где-то вычитал, но очень умная мысль, о которой я, в принципе, тоже вам раньше говорил. Мотивация. Мотивации как таковой не существует. Это эмоциональная составляющая, как бы внешний раздражитель, который не может быть хорошим раздражителем, хорошим сподвижником для постоянных занятий тем или иным делом. Особенно таким трудоемким, как занятия в тренажерном зале. И не важно, чем вы занимаетесь, для чего вы занимаетесь. Для того, чтобы набрать мышечную массу, либо для того, чтобы быть поджарым или быть сильным. Занимаетесь ли вы кроссфитом, бодибилдингом, или силовым экстримом, пауклифтингом. Не важно. Важно понять, что мотивация это внешнее. А вот дисциплина это как раз таки то, что будет служить вам настоящим подспорьем. То, что будет вас действительно жестко держать в рамках. То, что не даст вам уйти ни вправо, ни влево. И в итоге, если вы сильный внутри, если у вас серьезный стержень, приведет вас к тому, что вам сам процесс тренинга станет таким же важным, как дышать, чистить зубы, заниматься любовью, есть. Именно к этому и нужно стремиться. Дисциплина это режим дня, режим питания, режим тренировок. Поэтому так важно вести тренировочный дневник. О чем я вам постоянно напоминаю. Тренировочный дневник. Важно вести дневник питания. Дневник режима дня. Только жесткая дисциплина сделает из вас настоящую машину. Любым делом, которым вы бы не занимались. И только дисциплина сделает это дело для вас любимым. Мотивация, повторяюсь, это всего лишь эмоциональная составляющая. Сегодня нас вдохновил один ролик, сегодня нас вдохновила одна фотография, а завтра уже нас это вдохновлять не будет. И что вы будете делать? Как вы будете себя модерировать? Поэтому, друзья, развивайте в себе внутреннюю мотивацию с помощью дневника тренировок, с помощью режима, с помощью железной дисциплины. И тогда вы приобщитесь к движению, которым многие из нас занимаются. Я тренируюсь уже больше 25 лет. Очень много людей приходило, начинало тренироваться со мной. Но ни один из них не сохранил эту мотивацию, эту внутреннюю потребность дышать, есть, таскать железки. И не важно для меня, буду я употреблять стероиды или не буду, будет у меня спортивное питание или нет, будет ли мне хватать денег. Не важно, как и где я буду жить, я всегда буду тренироваться. И жизнь это показывала, и я доказывал это уже не раз. Бывали трудные времена в моей жизни, когда я работал на трех работах одновременно, и я все равно находил время тренироваться. Пусть это было даже ущерб моему здоровью, но потребность меня тянула. Я ходил реже, два раза в неделю, но я все равно находил время, чтобы пойти потаскать эти железки. Потому что это мне нужно было. И мне это нужно сейчас и будет нужно. И надеюсь, я помру тоже где-нибудь под штангой. Так что, друзья, всегда сосредотачивайтесь на внутреннем, а не на внешнем. Не забывайте, что окружающий мир это внешнее отражение вашего внутреннего. Только вы сами с помощью медитации, с помощью аутотренинга, с помощью визуализации сможете достичь высот. И поверьте, все, что вы хотите, все достижимо. Поверьте, что нет недостижимых целей. Никаких. Ограничения только у нас, у каждого здесь и здесь. Если вы чего-то по-настоящему хотите, если вам это нужно, вы придете к этому, вы этого добьетесь. Помните, что основное это даже не цель. Это путь, по которому мы идем к нашей цели. Цель это как маяк. И не страшно, если мы никогда в жизни не достигнем нашей цели. Важно, что у нас есть сигнальный огонек, к которому мы стремимся, к которому мы идем. И на этом пути мы с вами счастливы. Только так, а не иначе можно и нужно идти по жизни. Любым делом, которым бы вы не занимались. Не буду вас дальше грузить. Надеюсь, что думающая часть тех, кто смотрит мои ролики, и так уже знает это, кто посмотрел впервые, понял, в чем суть, в чем смысл. Продолжайте тренироваться, продолжайте совершенствовать свою дисциплину и грамотно питайтесь. А мы, как всегда, увидимся с вами в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайк. Если нравится, комментируйте, что понравилось, что не понравилось. Друзья, не упустите возможность всего за 8 долларов купить мою книгу о бодибилдинге, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес». Набирайте гугли в поисковике и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Книжка отличается совершенно иным подходом и не как не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарий, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труд. А мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем счастливо и удачи с сухой мышечной массой и силой без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка, средничка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы. Чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью, целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...